Девушки отдыхают Ну что, ребята, бурение у нас пошло и надеюсь, что мы сможем освободить какого-нибудь заключенного и вообще посмотреть, как это происходит, какая награда за это у нас будет и какое оповещение у нас появится. О, ребята, постойте, вот, посмотрите, вот вылезает заключенный. Лерой прорывает туннель в тюрьму и выпускает преступников на свободу, пожалуй, за этот поступок Лерой может получить награду в Притоне. Вау, ребята, посмотрите, реально, это у нас Бетти Алонсо. Она является преступником, я не знаю, за что ее посадили, возможно, на вор или еще что-то, но мы можем получить какую-то награду, но мы ничего не получили. Она просто убегает. О, еще один! Да ладно, сколько вас там? Точнее, это еще одна женщина. Грацела Брент. Посмотрите, еще один! Да там что, целая армия, что ли, преступников? Она поймала рыбу смерть с первого раза! Офигеть, ребята, вы, вы понимаете, что здесь можно поймать рыбу смерть без навыка рыболовства? Ребята, она будет целовать жабу. Вау, какое волшебство! Кидаем монетку, появляются феечки и... Вау, очень классная анимация, посмотрите. Офигеть! Отпугнуть смерть, ребята! Кошечка решила отпугнуть смерть! Охренеть просто! Получается, что не только собаки могут спасать персонажа. Это просто взрыв мозга, ребята. Котик бежит на помощь своему хозяину, и это просто умилительно, правда. Все, ребята, наш персонаж вернулся к жизни. Он достает игрушку в виде мышки и отправляет кошечку на тот свет. До свидули. Да, она победила мумию! И что с ней сейчас произойдет, давайте узнаем. Ребята, с ним что-то происходит! Он... Он... Испаряется! Да ладно! У нас будут туннели просто, ребята, по всему городу. И они позволят нам очень быстро передвигаться из одного участка в другой. Я, кстати, об этом совсем не знал. Какие же тут высокие горки! Самое главное, что вы сможете сами себе построить целый парк развлечений. Можно делать такие крутые стоп-кадры, потому что персонажи как дети. Я покажу вам, как гномики могут размножаться в Sims 3. И у них тоже есть все возрастные стадии. Ребята, постойте! Это произошло невероятно быстро! Но у них только что родился маленький гномик! Посмотрите, какой он малыш, ребята! У него только шляпа большая, конечно, но это, ребята, маленький гномик. Только что он появился на свет. Салли всегда была самым необычным ребенком. С детства ей приходили очень странные идеи в голову. На этот раз она загорелась желанием завести ребенка от самой себя. Она воспользовалась специальным анализатором, чтобы получить ДНК насекомого. Второй опыт уже намного сложнее. И, к сожалению, он провалился. Но Салли не собирается сдаваться. Она упорно идет к своей цели. Она воспользовалась своим ДНК и клонировала саму себя. Ее радости не было предела. Но для осуществления мечты понадобится очень много времени. С помощью смерти можно симулировать генетическое слияние с любым персонажем. Чем ее воспользовалась Салли, выбрав своего клона. А вот и начались роды. Неужели мечта Салли совсем скоро исполнится? Она преодолела очень большой путь и ждала этого момента всю жизнь. Так, дракончик взлетает. И, ребята, мой персонаж загорелся. Она телепортировалась совсем близко к Мишке. И, кажется, она совсем скоро начнет его обращать. Она его наконец-то заметила. Наверное, следующая анимация будет того, как наш Мишка станет вампиром. Вы это видели? Ребята, вы это видели? Он только что превратился в вампира. Это было очень круто. Это же может такой бизнес замутить, ребята. Вы покупаете много этих Мишек. Наставляете одного вампира. Они все друг друга просто перекусают. Все превратятся в вампиров. И все, ребята, это все можно будет продавать и зарабатывать кучу денег. Офигенно. Почему я об этом раньше не знал? Что можно унаследовать от наших любимых бабушек и дедушек в Sims 3? Во второй партии детей сразу два ребенка унаследовали цвет глаз от обоих прародителей. Оказывается, Сим запоминает, какой цвет волос был в молодом возрасте у пожилых персонажей. Естественно, чтобы не передавать седые волосы, которые появляются у всех стариков. Теперь цвет волос и цвет глаз от бабушек и дедушек передается без каких-либо проблем. С такой же высокой вероятностью. Это правда можно сделать. И он разбегается и толкает корову. Она просто падает. Зачем? Просто зачем? Она берет ведро, а также стульчик и начинает доить корову. Давайте послушаем. Да, ребята, наконец-то! Я только что увидел, как телепортировался единорог на этот участок. Так что скорее бежим сюда и узнаем, кто это. Надеюсь, что она согласится. Да, она согласна, ребята. Теперь она в нашей семье. Вашего воображаемого друга не видит никто, кроме вас. А родители будут думать, что у ребенка шиза. Для начала нам нужно стать лучшими друзьями и предложить воображаемому другу стать настоящим. Из троих детей только двое унаследовали возможность превращаться в игрушку. А это означает, что воображаемые друзья наследуют свой ген. И вы можете создать целую династию воображаемых друзей. Так сказать, воображаемая семья. Нам нужно выставить 10 духов одинакового настроения на этом стенде. И тогда у нас появится надгробие с призраком. Мы здесь можем поймать целых 4 привидения. Посмотрите, как круто это работает в Sims 3. Мне правда очень интересно, кто у нас получится, кто это будет, что это за привидение. И что мы сможем с ним делать. Так, запускаем. Они исчезают. Начинается какая-то тряска молнии. Вау, конечно, очень красиво. И у нас появляется вот такое надгробие. Боб всегда был самым странным человеком. Все от него отвернулись. У него не было ни жены, ни друзей. Никто не хотел с ним общаться. Потому что у него был очень своеобразный характер. Возможно, даже нездоровый. Боб напал на доставщика пиццы. И тот уже никогда не вернется домой. Кажется, он нашел свой самый любимый деликатес. Со временем с ним стали происходить невероятные изменения. Появились синяки под глазами. Начали вылазить вены. И он стал терять память. Если ваш персонаж будет часто питаться мозгами, то есть небольшая вероятность, что он сможет превратиться в самого настоящего зомби. Вот, ребята, вот об этом я и говорил. Персонаж умирает. Русалки могут убивать неигровых персонажей. То есть своих любовников, заманивать их под воду. И в итоге они просто тонут. Сжечь что-нибудь неподалеку, ребята. Вот то действие, которое нам нужно. Он подошел к предмету. И тут же начался пожар. Вау, ребята, это крутая способность. Я сомневаюсь, конечно, что моя симка сможет выиграть смерть. Если, кстати, она проиграет, то смерть заберет ее в потусторонний мир. А если выиграет, я не знаю, какая будет награда. Это чудовище забирает нас. Ну давай, смерть, колдуй, колдуй. Вот, ребята, вот о чем я говорил. Смерть переродила персонажа в питомца. Это маленький котенок Рик Эрнандес. Вау. Офигеть, ребята. Эти куклы следят за нами. Я такого никогда не видел. Как такое возможно? Это так жутко, ребята. Посмотрите на это. Жесть. Просто жесть. Это максимально криповый магазин.